ребят привет меня зовут гвин и в этом уроке по cinema 4d я расскажу как создать вот такую вот классную анимацию жидкого экрана все супер просто делается буквально в пару шагов но результат от этого не менее клёвый это могут быть различные экраны телефона компьютера планшета да и вообще любая другая поверхность ну что давайте не будем терять время и сразу приступим переходим в cinema 4d и для начала нам нужно создать объект который будет служить экран я покажу на тестовом плене для этого зажимаем вот сюда вот и выбираем объект plane давайте его немного настроим битс оставляем 400 сантиметров а хайт я поменяю на 800 бит сэгмент я поставлю 100 а хайд сэгмент 150 мы должны его хорошенько подразбить давайте я покажу что я имею ввиду для этого зажиму вот сюда вот и выберу город шейдинг lines как видите сейчас у нашего объекта достаточно много полигонов и это очень важное условие какая бы у вас не было базовая форма вы должны для начала хорошенько ее подразбить теперь нам понадобится объект который будет взаимодействовать с нашим плейном у меня это будет капсула я зажимаем вот сюда вот и выбираю объект капсулу ее настройки особо не важны я сделаю только ее чуть-чуть поуже и подниму примерно вот так теперь давайте заставим нашу капсулу взаимодействовать с плейном в этом нам поможет деформе коллижен чтобы его создать зажимаю вот сюда вот и выбираю коллижен теперь наш деформер делаем дочерним объектом плейна и выбираем его переходим во вкладку коллайдерс и сюда вот в пустое поле добавляем капсулу как видите теперь наш объект плейн как бы прогибается под нашей капсулой супер теперь давайте настроим эту деформацию для начала переходим во вкладку объект и в поле фолов нам изменяем на серфейс дистанц оставляем 100 сантиметров а стрэнкс силу я увеличу до 120 процентов теперь нам здесь нужно поменять вот этот вот график но прежде чем мы его будем менять нужно добавить точки чтобы их добавить зажимаем control на windows и или команд на маке и просто будем проставлять точки для удобства я буду проставлять точки через каждые две клеточки вот здесь раз-два-три-четыре у нас всего должно быть пять точек теперь я настрою график а вы просто повторяйте первую точку я поднимаю примерно вот так вот третью вот так вот и вот это вот примерно так как видите сейчас на нашем объекте plane появляются как бы волны и если мы сейчас выберем капсулу и ее просто подвигаем и эти волны будут следовать за нашей капсулой по объекту plane чтобы деформацию сделать более аккуратный нам понадобится еще один деформер и называется он смузинг он сглаживает деформацию зажимаем вот сюда вот и добавляем его вот он смузинг его также делаем дочерним объектом нашего плейна но под коллиженом вот сюда вот перемещаем его настройки я оставлю по умолчанию вы же можете их менять например iterations отвечают за силу сглаживания если я поставлю здесь допустим 30 наши волны почти полностью разгладятся если я сделаю единицу то сглаживание почти пропадет в моем случае прекрасно подойдут дефолтные настройки то есть 10 давайте посмотрим что у нас получается выбираю капсулу ее подвигаю сейчас деформация выглядит как-то неорганично это немножко не похоже на жидкость чтобы это исправить нам понадобится еще один деформер который называется джигал давайте его создадим зажимаем вот сюда вот и здесь выбираю деформер джигал и это деформер тоже делаем дочерним объектом плейна но помещаем его между коллижен и смузинг примерно вот так но теперь если мы выберем капсулу и попытаемся и подвигать как видите деформация остается на месте и не следует за нашей капсулы это потому что если вы применяете деформер джигал вам обязательно нужно нажать play на таймлайне чтобы происходило анимация и теперь если мы будем двигать нашу капсулу то будет следовать за ней деформация давайте немного настроим наш новый деформер выбираем его переходим во вкладку объект стрэнкс увеличиваем со ста процентов до ста двадцати процентов стив нас снижаем до двадцати процентов а дрэк ставим один процент и теперь если мы нажмем play выберем нашу капсулу и будем ее двигать у нас будет происходить как раз таки вот такая вот жидкая анимация то что нам нужно и то что вы видели в примере не забывайте что вы всегда можете изменить силу деформации не только изменяя настройки деформеров но и просто например подняв нашу капсулу примерно вот так вот теперь если мы нажмем play и подтаскаем ее наша деформация будет очень такая лайтовая давайте немного все-таки при опущу ее вот так вот примерно ну что с основными настройками анимации мы закончили и теперь давайте дам пару советов по текстурированию для начала давайте создадим новый материал два раза кликаем вот сюда вот он создается и два раза кликаем на него чтобы открыть его настройки в параметре color вот здесь вот есть пункт текстур сюда вы загружаете любую картинку это может быть например экран или видео абсолютно что угодно что будет являться базовой текстурой дальше нам нужно поправить параметр reflectance для начала выбираем его здесь у нас применен default specular его просто удаляем здесь выбираем это и добавляем ggx открываем леер фринель вот здесь вот во фринель выбираем диэлектрик а в пресете выбираем глаз так как экран обычно стекло чтобы сделать блики более сочными мы можем добавить еще окружение для этого ставим галочку рядом с environment выбираем наш environment и в texture загружаем hdri карту ссылку на которую я оставлю в описании открываем ее yes и в параметре талликс я поставлю 0 5 автайл y также 0 5 все материал мы настроили можем закрыть настройки и передащим его на наш play теперь давайте я выключу капсулу в ю порте и при рендеринге для этого зажимаем control или команд и кликаем по вот этим вот точкам 1 2 до красной точки и 1 2 до красной точки наша капсула пропадает дальше переходим в дисплей и ставим просто граут шейдинг чтобы наши полигоны нам не мешали теперь идем фильтр и отключаем workplace давайте посмотрим что у нас получилось для этого нажимаем play выбираем нашу капсулу и подвигаем ее вперед и назад супер у нас получилась наша такая живая органическая жидкая анимация вам осталось хаотично либо же в определенном порядке подвигать капсулу поставить ключи и финальная анимация будет готова все очень просто но получается действительно классный эффект я надеюсь вам понравилось если остались какие-то вопросы обязательно задавайте их в комментариях ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал и не забывайте ставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых уроках ну а с вами был гвин творческих успехов